Обвинили в особо жестоком убийстве дочери. Сегодня суд избрал меру пресечения для Марии Пленкиной. Ее обвиняют в том, что она на целую неделю оставила свою трехлетнюю дочь, одну запертой в квартире. Ребенок умер от обезвоживания. Напомним, тело малышки 20 февраля в одной из квартир на улице Щерса, по некоторым данным, нашла бабушка, которая приехала поздравить внучку с днем рождения. В тот же день полицейские задержали мать умершей девочки. Сегодня ее доставили в зал суда и уже в наручниках. Обвиняемая статья, представьтесь. Дата места рождения? 14-11-197-й год Кирова. Образование? Среднее. Семейное положение? Не замужем. Иные ждеменцы? Нет. Отсутствует. Официально постоянное место работы? Нет. В зале суда обвиняемая 21-летняя Мария Пленкина была молчаливой и совсем безэмоциональной, как будто ничего и не случилось. Нигде не работающая девушка уже была ранее судима по статье мошенничества в сфере кредитования. Сейчас ее обвиняют в причинении смерти своей дочери, причем с особой жестокостью. По версии следователей, мать умышленно на неделю оставила свою трехлетнюю малышку в запертой квартире. Следователи опросили свидетелей и соседей, сняли в квартире отпечатки пальцев ребенка. Оказалось, одинокая девочка всю неделю ползала по квартире, залезала на подоконники. Ее следы найдены и на рассыпавшемся стиральном порошке. Возможно, малышка искала еду. Предварительная причина смерти ребенка – обезвоживание и переохлаждение. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мать ребенка, 1997 года рождения, 13 февраля 2019 года действовала мышленно, ушла из дома оставить ребенка одного в квартире на длительный промежуток времени без еды, воды и чего-либо присмотра, перекрыв при этом водоснабжение жилого помещения. В результате умышленных действий матери поступила смерть маловедней девочки. Сегодня Ленинский районный суд избрал меру пресечения для Марии Пленкиной на время расследования уголовного дела. В ближайшие два месяца она будет находиться в СИЗО. Стоит сказать, что обвиняемая и ее адвокат с такой мерой пресечения согласились. Расследование уголовного дела продолжается. Мария, почему вы это сделали? Считайте себя виновной.